Слушайте, девочки, от 20 градусов это уже холодно, прям чувствуется осень. Признавайтесь, кто любит такую мерзопакостную погоду? Дождь, сырость, ноги полуномокшие. Кстати, девочки, плюс в Германии в том, что здесь дороги, видите, все в асфальте и нету слякоти. Есть сырость, вот неубранные дорожки, но все равно настоящей слякоти нету. Девочки, всем привет! Хотела вам показать. Каждый год я с нетерпением жду осени, чтобы купить молодое, незрелое вино. Оно по-немецки называется Fiedewaisa. И здесь из Италии, но иногда бывает и из Германии. Мне, если честно, все равно, оно просто необыкновенно вкусное. Я первый раз попробовала, его хоть мне папа вино делал, но никогда не давал мне попробовать такое вино. А когда я только приехала в Германию, нет, во второй раз, мне дали попробовать. Я подумала, господи, что это такое вкусное, что это? Это как компотик, только его надо пить аккуратно. Оно довольно крепкое. Сейчас вам покажу. Такие бутылки, как видите, я ее не открывала, девочки. Это вот такой вот у нее замок написанный. Не класть ее горизонтально, пусть даже по ленте накатится, лучше в руках подержать, а потом на кассе ее отдать. Потому что здесь именно, оно же все еще, это молодое вино, которое вродит. И здесь специальная крышка, короче, оно должно получать воздух. И если его растрясти, то оно все выйдет через эту крышку запросто. А градусов, сейчас покажу вам сколько. В нем здесь литр и градусов 10, смотрите. Девочки, сижу просто, любуюсь на Дугласе. Это что-то вроде немецкой Сифоры. Too Faced Natural Eye. Смотрите, цены. 37 евро. Ну, они не прифигели вообще. Раньше оно стоило 26. И я уже за 26 сказала, не, а продавать за 37 евро, это вообще пипец. Обнаглели как. Вот, девочки, хоть я спешу, хочу показать. Это шпермаль. То есть, выбрасывают мебель. Ну, как видите, у нас бедный район. Поэтому ничего такого прям шикарно классного не выбрасывают. Ну, не бедные у нас, но иногда реально классные вещи выбрасывают. Вот, покажу вам еще. Некоторые не знают технику, кстати, не забирают. Нельзя выбрасывать. Ее нужно на специальной станции относить. И, по-моему, это не бесплатно. И недавно, девочки, был шпермель. И посмотрите, какую красивую тарелочку я обнаружила. И она реально раритетная. Ей больше 30 лет. Смотрите. Это фабрика. И все. Эта тарелка сделана в то время, когда Германия поделена на две части. На одну советскую часть, а на другую капиталистическую. Прикольно, да? Вот кусочек истории. Ну, я ее на самом деле взяла, потому что она очень красивая. Я не понимаю, как такие вещи можно выбросить. Я знаю, что есть люди, которые любят пользоваться сервизами. Ну, то есть, чтобы у них все тарелки были одинаковые. И мне, наоборот, нравится пользоваться. Я люблю разнообразие во всем. Чтобы были все тарелки разные. У меня есть повторяющиеся тарелки. Но я люблю, чтобы они были интересными. Такую вот красоту нашла. И покажу вам сейчас мой завтрак. Вот, девочки, смотрите, что это. Это булочка запеченная. И там внутри рыбка. Потом на рыбку я положила поджаренные с луком шампиньоны. Там еще должен быть стручковая фасоль зеленая. Она уже все была варена. Потом я положила сыр, чеддер и помидорку. Единственное, что, знаете, сыр чеддер на бутерброд было жалко немного класть, потому что я его люблю в сыром виде есть. Он очень такой, я беру тот, который попикантнее. И он не дешево стоит. Дешевле было бы положить сюда гауду молодую, которая у нас стоит 2 евро за 400 грамм. Но нет у меня, не оказалось в холодильнике, поэтому вот такие бутерброды получились. И кофе будет к этому. Сегодня выходной. Я иногда себе вот так вот балую. Все, девочки, буду прощаться с вами. Доброе утро, девочки. Но вообще должна сказать, что утро у меня не очень доброе, потому что я надеялась в свой выходной выспаться. Сегодня суббота, и надеялась поспать где-нибудь часов до 10. Так в будни я обычно в 6.30 стою. Но соседи решили... Короче, у того мальчика, который вечно играет, если помните, у него родители построили наконец-то дом где-то и выехали, а квартиру оставили мальчику, и он будет жить со своим другом. Они решили въезжать сегодня с 8 утра. Гулган стоит. Ну ладно, это не важно. На самом деле я хотела вам показать, как вот эти патчи ложатся. Мне, если честно, не очень страшно. Я бы хотела, чтобы они были поменьше, что ли. Я не знаю, у кого такие большие круги под глазами. Вот мне не хватает вот тут немножко, чтобы они не такие закругленные были. Жалко, что нельзя форму выбрать. Девочки, всем привет! Сегодня я покажу вам 2-3 овощные помазки, как я это называю. Просто овощное, как пюре, которое вы будете мазать на хлеб. Для первого я просто делаю аджаб-сандаль. Я делаю аджаб-сандаль. Если вы посмотрите рецепт в интернете, вы найдете. Ну, а я сейчас в угаре, это уже не первый раз, что я готовлю, потому тут безобразие такое. Готовила сейчас гуляш. Ну, такой, свою вариацию. Короче, у меня здесь разогрелось уже масло. Сейчас кинут сюда баклажаны, нарезанные кусочками. Вот, девочки, сейчас у меня баклажаны сами поджарятся. Я сюда добавлю что? Ну, я смело добавлю сюда 2 достаточно крупных головки чеснока, потому что я хочу интенсивный вкус. Но можно и одну, можно и помельче. Это все на вкус делается. Потом я сюда еще порезу красные перчики и кину перчики туда. Вот это придает именно то, такой, южный привкус. Обязательно лук. Я люблю много лука, потому кидают туда много лука. Помидоры я, к сожалению, забыла купить. Но у меня есть вот такое вот, ну, томатная паста, короче. Или, да, томатная паста, ну, вы знаете. Короче, сначала у меня потушится вот это, вот это все. А потом я залью туда вот это. Будет тушиться и добавлю туда хмели-сунели, базиликум сухой, чтобы все это было у меня пряным. Перец, соль добавлю. И, возможно, свежий кориандр или кинзу тоже добавлю. Вот. Потом, чуть попозже, я добавлю еще и картошку. Я добавлю, наверное, 4 штуки, но порежу их, ну, не очень мелко, где-то на 4 части. Вот такую вот одну среднюю картошку. Как видите, у меня все в процессе, девочки. Это было блинчиком сегодня. Вот. Это, в принципе, аджапсандал. Это будет у меня первая намазка. Почему аджапсандал вдруг намазка? Я его просто потом перемолю. В моем маленьком а-ля блендере, миксере. Не, не миксер, это. Ну, да, блендер. Короче, он все это потом спюрирует. Не все, а я часть возьму маленькую на бутылочку. Вот. И будет у меня на утро, как бы сказать, пюре аджапсандал на бутерброде. Это будет моя первая намазка. Я потом покажу. Итак, девочки, у меня практически все готово. Здесь у меня аджапсандал. В этот раз я сделала с картошкой, потому что у меня здесь целая кастрюля, которая будет, ну, на еду обычно. А вот эта будет просто в баночке стоять, чтобы нам хлеб помазать. Но оно пока стынет. А потом мы его просто перемолим. Я добавлю побольше приправ. Здесь уже есть перец, соль. И я добавила сушеную кинзу. Сушеную кинзу или кориандр это называется, да? Перемолотые семена кориандра здесь есть. Ну, а сейчас пока я положу вот в такую... У меня вот такой старый миксер. Я не знаю. Вот обычный. Сюда я положу морковку. Положу я сейчас цукини. Это что-то вроде кабачков. Я, если честно, не помню, какие кабачки на вкус, но цукини мне очень нравятся. Они отварены, посольны. Здесь это не соленые. Я потом еще досолю. Вот это и добавлю сюда соль немного, перец, базилика добавлю сухого. Обычный сухой базилик. Вот. И вот это будет первая намазка. А, я еще хотела, знаете, имбирь сюда добавить, чтобы острота немножечко была. Но я его, наверное, знаете, порежу, обжарю сейчас быстренько на сковородке и туда тоже добавлю. Вот у нас будет из приправ сухой базилик, перец, соль и... Черный перец и имбирь. Да, он будет обжаренный. Свежий имбирь он будет придавать немного такой специфической остроты. А так, цукини, морковь, все, больше ничего нету здесь. Если кто-то не знает, как выглядит имбирь, это корень такой. Мой выглядит, как человечек, безногий пират с саблей. Сейчас я его порежу аккуратненько и небольшую часть, потому что он довольно острый. Вот, наверное, вот столечко верхнего добавлю туда. То есть обжарю, а потом добавлю, потому что иначе будет очень такой острый. У него специфический вкус, но мне очень нравится. Девочки, от того кусочка, который показала, я все-таки половинку решила сделать, а то будет очень остро. Просто на мелкой терке порезала. И сейчас я быстренько обжарю вот здесь. Чуть-чуть так, ну, чтобы он был поджаренный немножко. И потом все вот здесь вот смешаю, и мы с вами пустим это на уменьшение. Вот, девочки, что у нас получилось. Я досолила на свой вкус, добавила туда масло с чесноком. До этого я чуть-чуть потушила в масле чеснок. Но это было не до этого блюда, но мне показалось, оно здесь пойдет. Имбиря, на самом деле, оказалось, тут не так много. Надо было больше весь кусочек добавить все-таки. Ну, пусть уже так будет. Будет не такая острая, как я люблю. Будет более такая мягкая. Пюрочка сейчас из-за этой пюре немного... А, да. Когда я измельчала, да, вот в этом блендере, да, я добавила немного воды. И сейчас эта вода просто выпарится отсюда, вся ненужная влага. И оно будет более таким густым. Вот. И сейчас приняемся мы за другое. Здесь, девочки, отжим-сандал. Я его уже сюда перенесла. И сейчас я его измельчу. Также, опять же, на сковородку. Посмотрю, что там не хватает. Соли или приправ добавлю. И тоже в бутылку залью. Вот и все. Еще одна помазка. То есть, в принципе, все эти помазки, это овощи, которые вы любите. Тушеные или обжаренные, или и то, и то. Измельченные, с приправами, опять немножечко потушенное пюре. Мне кажется, что так оно подольше простоит. И запросто неделю эта банка смело может простоять. В прошлый раз у меня через 10 дней одна банка испортилась. А так было вот вкусно. По чуть-чуть открывать и кушать можно было даже по две. Посмотрите, какая красотулька. Ха, значит, ретро-машина. Класс, правда? Обожаю. Модель. Очень красивая. Очень милая такая. Прямо колбаска. Ой, ой, какая кисюня. Везюс. Какая красивая. Ой, ой, какая красивая. Ой, да, красивая кисюня. Очень красивая. Ой. Ты смущалась? Да. Хотела вам показать, девочки, вот как у нас радуется солнце, бабье лето. Все сразу уселись попами на холодной земле. Очень красивая. Так. Пока. Пока. Продолжение следует...